Сегодня я задержалась в мастерской. На улице идёт слепой дождь такой. Солнце. Видите, солнце и дождь. А я здесь в нёздышках своё убирала, чистила пёрышки. И сейчас вот уже такая довольная. Задержалась, дождик меня задержал. Вот, и я стою перед вот этой надписью. Это вышивка Анина. Написано, делать то, что ты любишь, свобода. Любить то, что ты делаешь, счастье. Замечательные слова. И я вот сейчас пройдусь ещё раз взглядом по этому своему гнёздышку, где я работаю. Вот такой вот у меня уголочек. Это стол заказов. Это вот такая вот у меня как бы сцена. Потому что живопись, искусство – это ты выходишь на сцену, да? На какую-то сцену для всеобщего обозрения. И вот я хотела, чтобы вот здесь вот у меня такие были обязательно, как бы, кулисы такие. Вот. Они мне помогают презентовать мои работы, мои картины. Когда портрет готовый, то я открываю вот эту занавес прозрачную и представляю заказчикам свои работы, свои портреты, которые я сделала. Вот стол заказов здесь у нас. Вот такие вот паспортов. Мы подбираем и для портретов, и для вышивок. Вот. И вот такой вот мой любимый уголочек, где я могу расслабиться сейчас тут вот. Вернее, могу просто и рисовать, и просто отдыхать, и расслабиться, и всё. Сегодня я купила вот такой вот контейнер. Он, конечно, предназначен для... Вот тут вот разные тут такие вот моющие средства. Ну, а я приспособила вот именно к моим таким безделушкам. И к моим вот таким картинкам, которые я собираю, вот для того, чтобы рисовать. И вот оно тут всё поместилось хорошо. Вот здесь даже вот влажные салфеточки поместились. Потом здесь вот... Такие... Для... Это скобы для... Крепления холста. Ну, вот такие милые фотографии. Это вот такая статуэточка. Это мой Артёмка, мой внучок. Такой вот он во всём первый. И у него написана такая единичка. То есть во всём первый. Вера Захаровна, моя любимая воспитательница, с которой я по сей день дружу. Ей уже 92 года. 92-й. Ну, она бесподобная женщина. О Вере Захаровне можно много рассказывать. Это мой... Это мой... Ну, я не знаю, человек... Образ просто. Образ женщины. Великолепной души. Души и вообще щедрости душевной. Это моя любимая... Наша любимая Вера Захаровна. Кто видит и знает её воспитанники по всей стране, по и за рубежом, и до сих пор помнят, и пишут ей письма. Вот. Ну, это вот мы. Я маленькая бабушка моя, Серёжа. Это мы в первый класс пошли. Артёмик мой любименький. Вон он маленький птенчик стоит. Вот. Ну, вот такой вот уголочек. Стол, конечно, как у художницы в краске. Вот. И вот тут вот я приготовилась к мастер-классу. Завтра мастер-класс будет. Естественно, я это всё сниму. Эту салфеточку. Здесь будет бумага, палитра и холсты, краски. И мы будем вести... Я буду вести мастер-класс. Вот тут тоже вот такая вот занавесочка. И тут... Вон мой ещё сынок Ромочка тут у меня. Вот. Такие художники великие. Это моя библиотека любимая. Очень много вот таких статуэточек. Здесь кругом. Вот. И даже есть... Вон, вы видите? Чернильница. Это чернильница моих школьных лет. Что тут ещё? Вот такая шкатулочка. Это мне подарила девочка, которая приехала из Испании. По-моему, она была. И она эту шкатулочку сделала своими руками. И так она у меня осталась в виде такого презента. Эта шкатулочка. Вот первый том, первый курс рисунка и живописи. У меня ещё два таких Талмуда есть. Я собирала их когда-то. Ходила, покупала. Вот. Каждую... Каждую можно даже взять, посмотреть. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Тяжёлая. Вот видите? Так. Там мы берём. Крючочки такие везде собираю. Поскольку они мне нужны. Вот я, видите, там вот заборчик. И я вешаю свои картины. И ещё не только на забор, но и стенд у меня есть. Мой работяга. Мой кормилиц. Стенд. Где я показываю свои картины. Вот. И люди уже знают. Это вот моя любимая, любимая, любимая моя книжка. Вот. Очень много из неё я рисовала. Но всё, что я здесь читала, мне пригождалось. Но, как ни странно, что я не читала. У меня, делала я вывод такой, что откуда я это всё знаю. Вот. Поэтому вот сейчас положу. На улице идёт дождь. Вот. И этот дождик меня, видите, задержал. Ну вот. Теперь вот у меня тоже любимая основа техники создания портрета. Тоже такая вот моя любимая книжица. Вот ещё тоже моя любимая книжица. Уже такая, побывавшая в боях, как научиться рисовать по фотографии. Практическое руководство. Очень много советов здесь ценных даётся. Вот. Как рисовать портреты. Как можно делать свою композицию по портретам. Вот такой вот симпатичный, симпатичный леопардик. Я тоже когда-то рисовала его. Вот. Тут, кстати, бабушкин портрет моей любимой бабушки. Вот. Она у меня долгожительница. 98 лет прожила. Вот. И вот лежит фотография такая, где бабулечка моя на фоне. Она очень всегда любит. Чистоплотная. Любила стирать. И очень много стирала. И вот она в конце своего рабочего, так сказать, женского дня сидит. Ручки такие у неё уставшие. Вот моя бабулечка. И на фоне вот этой калиточки. Очень хороший. И цветочек. Вот, пожалуйста, я думаю, вот готовый сюжет для какой-то будущей картины. Вот. Ну, вот я всё это поставлю назад. Здесь у меня вот ещё есть вот такие вот... Такие разные-разные-разные-разные-разные как бы открытки, фотографии. Всё, что вдохновляет художника. Вот смотрите, как красиво. Вот любая открыточка. Даже... А ну, что это там? А, ну вот. Мне чем-то вот понравилась тема рыбалки, да? Вот такой смешной мужичок. И множество здесь таких вот открыток. Ой! А на улице дождь вообще. Или вот такая вот открыточка. Вот. То есть... А. Меня всё вдохновляет. Эти открыточки вот я вот тут вот храню в таком сумочке. Ну, что там ещё дальше? Вот тоже. Вот. Смотрите, сколько у меня художники, великие художники. И, как правило, ну, мастерская, это как алхимия какая-то. Это где каждая... Каждая картинка, каждая книжка чем-то памятная, чем-то вдохновляет. Видите, руки какие у меня ещё рисовала. Вот. И вот такой вот у меня сегодня символ дня. Это щука. Вот иногда просто ставишь вот такую открытку или, ну, такую картинку, и она тебя вдохновляет. Вот символ дня – это щука. Сегодня у меня такой вот большой заказ. Вот. Это в виде такого хорошего творческого улова. Вот. И, так сказать, уже целый месяц, на целый месяц у меня вперёд есть работа. Вот. И вместе с этой, в общем-то, три портрета мне у меня надо, которые надо делать, работать над ними. Две живописи и один карандаш. Это семейный портрет там. Семейный такой вот сюжет. Вот. То есть вот так вот. И вот эта вот картинка меня вдохновляет, как многие другие работы, когда… Особенно, когда я люблю эту тему, тему охоты и рыбалки. Иногда вот смотришь, смотришь, а потом возьмёшь и нарисуешь. Вот так вот. Вот. Да. Так вот насчёт крючочка вот этих. Ну, наверное, картины – это и есть такой вот крючочек, когда человек смотрит, и этот крючочек западает в сердце, творческий такой крючочек. И он уже не может жить без этих картин. Вот. И обязательно приходит к художнику и заказывает или покупает то, что понравилось. Вот здесь здесь палитра вот такая вот моя. Мне не хочется её чистить. Она вот такая засохшая. И она мне напоминает сгустки красок. Вот такое что-то творческое начало. Когда ещё ничего, не знаю, что будет у тебя в работах твоих, какие работы будут. А вот только вот как бы вселенная таких вот красок. Вот ещё есть такая работа. Это не моя работа. У этой картинки есть история. Я её нашла возле мусорного бака. Она вот так вот была там в поломанной рамке и треснутой стёклышко. Я её... Сейчас вам покажу. Я её взяла. Значит, стекло я сняла. Вот. И рамку сняла. И смотрите, что тут написано. На память моему сынули Виталии от мамы в день твоего десятилетия. Будь здоров и счастлив, мой сын. 29 ноября 1980 год. Вот эта золушка добежала до 2019 года. И я хочу её ещё... Знаете, что? Ну, как можно такую красоту... Вот, допустим, я не могу её выбросить. Наверное, какая-то история случилась. То есть, может быть, печальная. Может быть, люди уехали в связи с тем, что в 2014 году у нас были такие тяжёлые события. Вот. И, может быть, они в виде переселенцев. Было не до этих картинок. Вот. А может быть, наоборот, может быть, судьба распорядилась так, что этих людей нету, кого-то из них, иных уж нет, а те далече. И вот золушка добежала до 2019 года, образно говоря. Вот здесь вот мне хочется оставить туфельку, которую, нарисовать туфельку, которую она забыла. Вот, сделать так её объёмно, чтобы она была как бы такая краска, что есть такая у меня, называется стеклянная капля. И вот из этой стеклянной капли нарисовать такую вот туфельку золушки. Вот так вот бывает в жизни. Люди теряются, люди уезжают. А вот такие шедевры, созданные теплом, души и сердце, остаются. Остаются жить. И вот я не смогла просто взять и пройти мимо. Пройти мимо не смогла. Ну, что ещё показать? Вот висят здесь мои работы свежие. Вот завтра будет мастер-класс. Сейчас я буду вести по этому, этой картине. Да, ещё моя любовь. Я люблю собирать календари. Календари – это вообще мои вдохновители. Вот, у меня их очень много. И я люблю иногда смотреть, любоваться. И сюжеты, которые в календарях, они подчас вдохновляют. Вот, допустим, «Утро в лесу», «Утро в лесу» Шишкина. Я тоже эту картину рисовала несколько раз. Вот. Ну, конечно, это было в моём стиле. Ну, Шишкина, наверное, очень нельзя досконально его скопировать, потому что это гений. И вообще, когда пишешь копии великих художников, всегда думаешь, господи, да как же это они делали? Как? Как это им удавалось? Ну, вот ещё тут висят мои работы. Постоянно вот эта вот, эта стена у меня меняется. Что-то я вешаю сюда из новых работ. Вот сегодня я сюда стульчик такой поставила. Здесь был стульчик такой детский. А сейчас я вот так вот сделала, чтобы больше было у меня простора. Вот. И здесь у меня бумага вот лежит для пастели. Для пастели. Эта техника тоже очень интересная. Вот. Ещё у меня здесь как бы вот такие тоже здесь великие художники. Вот. Возможно, их надо тоже всех вместе сложить по алфавиту. Но у меня ничего не бывает по алфавиту. Вот такие картины ещё. Вернее, книги вот с такими сюжетами мне нравятся. Вот. Я их покупала ещё в Донецке. Здесь очень много сюжетов. Всяких картин. Так. Видите, куда ни тронь, везде выпадают. Вот это моя фотография с моей работы. А это, а это, а это Серёжины воробушки. Вот это он у меня, мой Серёжа, мой братик, любит фотографировать птиц. И вообще он фотограф с большой буквы. Он мастер своего дела. И у него есть... О нём надо вообще отдельно фильм снимать, потому что у него есть целая коллекция большая птиц. Кто любит птиц, кто любит, ну, бабочек смотреть, там, цветы, макросъёмка. Вот необыкновенные яркие фотографии. Это моего брата Сергея. Изюмченко Сергея. Зайдите на сайт фото кто, и вы ахнете. Вы ахнете. Это вот такой вот мой близнец. Ну, я говорю, а Серёже надо снимать отдельно фильм. Вот стоит там в темноте где-то лечек. Вот он мне служит ещё и... Если я его сейчас... Он мне служит ещё иногда и в виде, допустим, натюрморта. Если я рисую, я делаю композицию. И вот даже он такой вот, видите, ободранный. Уже как бы к нему прикоснулось время. Вот. И вот такие вот вещи я люблю. У меня их много. Вот. Ну, что ещё вам показать? Сейчас я покажу вам свою коллекцию. Вот картинок таких. Раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец, я вам покажу вот такие мои любимые статуэтки. Это как такой у меня тоже уголок для того, чтобы... Ну, вот смотрите, это просто возвращение в детство. Погружаюсь я в детство. Я рождённая в Советском Союзе. И у нас, у бабушек, и дома. В каждом доме были вот такие статуэтки. Вот мальчик на лыжах. Это как бы на каникулах. Он, зимние каникулы. И вот он... Сейчас я покажу. Вот даже ёлочка такая, верьте сзади. Это вот новодел, эту ёлочку новогоднюю просто делали. А вот сам... Вот это вот фиорки, это, конечно, вот из эпохи моего детства и юности. Вот девочка гадает на ромашке, играет на арфе. Казак задумался. Вот белочка. Ну, и вот тут вот пройдёмся. Вот такая фигуристка. Это вот моя чернелица наша с Серёжей. Такая маленькая, маленькая уточка. Вот. Ну, и вот ещё вот... Сейчас сюда досниму вот портрет этот. Вот, смотрите. Вот это вот мне очень нравится. Она встречает, смотрит в окошко, вот, и встречает вот посетителей. Которые приходят в мастерскую. Это моя пастелька маленькая. И вот ещё я, когда была в Бердянске, я зашла в комиссионный магазин и купила вот такую вот детскую балалайку. Вот у меня в детстве, когда были детки маленькие, да, и мы у нас в садике, такая была балалайка. Вот такая вот деревянная. И она мне напоминает тёплое детство. Это время. Вон мои святые бабушка. Дедушка Серёжа, погибший в 42-м году. В 28 лет. Тоже статуэтка скорбящая. Вон, видите, такая из камня. И иконка, намоленная иконка Николай Угодник. Ну, так вот. Видите, я задержалась, меня задержал дождик. Но сейчас вот я повешу эти картинки или поставлю свои работы. Вот. Видите, поставила сюда. Да, то есть картины можно, я их, они у меня путешествуют по мастерской, как угодно. Вот. Ну, вот так, вот так уютненько, хорошо. Тут у меня вот даже есть такая скамейка, которая мне очень нравится. Это мой, видите, зимой я топлю вот этим, вот здесь вот отдел такой, я топлю на этим электричеством. А вот там, где картины, там печка. Я топлю печкой. Вот. Печку топлю, и у нас уютно и хорошо. Ну, вот так вот. Так что я приготовилась к мастер-классу. Вот завтра я еще буду немножко готовиться уже по материалам. Вот. Ну, вот и солнышко. Вот и солнышко. И я сейчас, а ну, подойду. Сейчас я подойду. И вот отсюда. Вот интересно тут, когда солнце светит. Вот отсюда очень интересно. Вот. Ну-ка. Ага. Вот. Такое вот. Получаются такие лучи. Лучи. Ну, дождь еще идет. Вот. Но уже не так, потому что вы видите, что в двери светит солнце, в стеклышке. Вот. Так что я еще раз прочту. Делать то, что ты любишь, свобода. Любить то, что ты делаешь, счастье. Ну, наверное, это и есть счастье, когда у тебя есть свое место под солнцем. На этом, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.